Дауга-Гривская крепость. За четыре века истории в этой крепости побывали и шведский король Густав II Адольф, и фельдмаршал Герман Врангель, польский король Стефан Баторий, был Петр I, император Александр II, Николай II. Сейчас крепость бесплатно открыта для осмотра по выходным с 10 до 16. Летом территория доступна подольше. Обязательно берите с собой фонарик. Здесь есть множество ходов, тоннелей и темных коридоров. Сама крепость не восстанавливалась. Мы можем осмотреть только то, что от нее осталось. За территорией следит группа энтузиастов. Поддерживают какой-то порядок, чистят, разгребают завалы. Здесь проходят фестивали и арт-выставки. Однажды нам удалось побывать на фестивале кометы. Довольно интересное мероприятие. Пока расскажу несколько интересных фактов об этой крепости и о шведском пороховом погребе, который мы увидим чуть позже. В этой крепости родился Всеволод Федорович Руднев, командир легендарного крейсера «Варяг». В крепости служил его отец. В середине XIX века здесь была подведена телеграфная линия, которая являлась первой не только в России, но и во всей северо-восточной Европе. А в 1919 году крепость сыграла важную роль при освобождении Риги от войск Перманта. Ее, высадившись с моря, заняли пехотинцы Розыкновского 9-го полка. Так вот, про шведский пороховой погреб. Это самое старинное строение на территории крепости. В 1947 году в советское время его пытались взорвать за ненадобностью, но погреб устоял. Вы потом увидите, какие толстенные стены у него. Вот он. Погреб находится в центре крепости. И с конца 1742 года по конец 1743 в этом старом шведском пороховом погребе был заключен свергнутый императрицей Елизаветы Петровны император Иоанн VI и его родители Анна Леопольдовна и Антон Ульрих Браунгшвейгский. Он был возведен, то есть этот император Иоанн VI, на трон в возрасте двух месяцев и находился на нем всего лишь один год и 16 дней. В то время комендантом крепости был назначен генерал-лейтенант Бибиков. Назначение генерала на полковничью должность объяснялось тем, что казематы крепости превратятся в тюрьму для весьма именитого сон. Свергнутому императору на тот момент не было и двух лет. Говорят, что в искуплении сего греха в крепости и была построена церковь Спаса Преображения. Все, что от нее осталось на данный момент, это похоже на водонапорную башню. А когда-то это была православная гарнизонная церковь. Между прочим, первый православный храм в Риге в стиле классицизма. Построил его хорошо известный в Екатерининской России архитектор Александр Вист. Но запомнился он в истории тем, что его объекты падали. Вот и вторая башня церкви, которая стояла по соседству, при строительстве упала. Уже при строительстве. К счастью, без жертв. А позднее церковь действительно превратили в водонапорную башню. Можно предположить, что это сделала советская власть, грешившая таким. Но на самом деле водокачку сделали в 1930-е годы, во времена свободной Латвии, при Карлисе Улманисе. Тогда в крепости располагались латвийский минный дивизион и саперный полк. А вот и наша башня. А еще раньше на месте этой церкви была небольшая шведская кирха. В ней читал проповеди Эрнст Глюк, первым переведший Библию на латышский язык и воспитавший юную Марту Скавронскую, будущую императрицу Екатерину I. Как я упоминала, в крепости зачастую проходят необычные арт-выставки и мероприятия. И поэтому здесь можно наткнуться вот на примерно такое гнездо. Стены казарм крепости хранят имена тех, кто здесь служил. Латвийские советские моряки и солдаты оставили свои имена. Некоторым надписям примерно 100 лет. Один из тоннелей убежища. Как я говорила, здесь их множество, поэтому однозначно берите с собой фонарик. До фига тут идти. Какой запах пугайный. Не пугай меня. Стремно, блин. Стремно, кошмар. Там завалены воды. Видно, фоне черного. Прям видно, видно. Нашли мы тут и секретик. В одном из помещений были выставлены останки древнего корабля, который не так давно нашли на берегу моря, на пляже Булюпе. А тут можно полистать интересные книжки и посмотреть выставку. Очень впечатлили огромные сосули и сталактиты из льда. Вот такая она долгогрейская крепость.